Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одной из наиболее важных и серьезных проблем при выращивании крыжовника о мучнистой росе или американской мучнистой росе, настоящей мучнистой росе. Она называется так, потому что пришла к нам с посадочным материалом, с растениями из Америки. Я вообще очень люблю крыжовник и даже в маленьком возрасте, в малолетстве, с большим удовольствием ел крыжовник вот в такой даже стадии, когда он был совершенно зеленым. Не утратил я эту страсть к крыжовнику и до сегодняшнего дня, до вот уже своего весьма зрелого возраста. Поэтому защита крыжовника для меня это просто дело чести. Такая вкусная и полезная ягода не может остаться без защиты, без нашего внимания. Посмотрите, какие крупные ягоды у крыжовника уже образовались, хотя май еще даже не закончился. Это означает, что атаки мучнистой росы вот-вот начнутся, если уже не начались. Мучнистая роса, возбудители мучнистой росы, в частности крыжовника, присутствуют в почве всегда. Избавиться от этого возбудителя в почве нормальными такими обычными способами, тем более в саду в открытом грунте, ну невозможно. Поэтому приходится прибегать к различным ухищрениям по защите растений. Конечно, существуют более устойчивые сорта к этой напасти. Это и северный капитан, такой сорт, он между прочим без колючек, и другие сорта. Они очень часто бывают темно окрашенными. Они связаны это с тем, что для их создания привлекался материал из Америки, виды крыжовника американские, которые естественно устойчивы, естественным образом устойчивы к мучнистой росе. Однако же, к сожалению, вкусовые качества многих из этих сортов оставляют желать лучшего. А вот крупный такой сладкий крыжовник традиционных европейских сортов, который очень вкусно потреблять в сыром таком виде с куста, он, к сожалению, очень и очень подвержен вот этой напасти, мучнистой росе. Начинать профилактику мучнистой росы необходимо еще до того, как проснутся почки по весне. Можно делать различные искореняющие обработки с помощью концентрированных растворов мочевины с железным купоросом или с медным купоросом. Можно использовать рецепты с гиперактиватором. Вы много информации по искореняющим обработкам и весенним, и осенним найдете на канале Процветок. Кроме того, вот в этот период формирования плодов, когда плоды начинают образовываться после цветения, также необходимо провести защитные мероприятия. При этом защитить кусты смородины от мучнистой росы не так и сложно. Плавное сделать эту защиту вовремя, и для этого даже не потребуются какие-то, ну, очень такие жесткие, химически синтезированные средства защиты растений. Многие замечают, что плоды, которые поражены мучнистой росой, таким налетом, его прям пальцами можно снять, обладают большей сладостью. Это неудивительно, потому что сам возбудитель заболевания стимулирует растения к повышению сладости плодов по увеличению сахаристости этих плодов. Но это вовсе не является причиной для того, чтобы оставлять это заболевание, потому что в конце концов куст может деградировать, и вы полностью лишитесь урожая. Прежде всего необходимо, прежде чем приступить к обработкам, все-таки следует вспомнить о том, что избыточные дозы коровяка, навоза, компоста, азота, да, в целом азота, способствуют развитию не только настоящей мучнистой росы, это в полной мере касается винограда, но и других заболеваний. Почему? Потому что куст получает, растение получает избыточный рост, избыточную вегетативную массу, он растет слишком активно, не успевает нарастить вот эти защитные покровы, подготовится к атакам патогенов, в связи с чем очень легко атакуется. Поэтому делайте преимущественно калийно-фосфорные подкормки взрослых кустов, а азотными удобрениями, пожалуйста, не увлекайтесь. Добавляйте их не каждый год, раз в 2-3 года и в небольшом количестве. Не забудьте про навоз. Очень многие навозом обкладывают кусты и смородины, и крыжовника, а делать этого в отношении взрослых кустов не стоит. Кроме того, мучнистая роса очень любит повышенную влажность воздуха и такие умеренно теплые температуры. При температуре 30 градусов мучнистая роса практически не развивается. А вот 22-25 градусов – это ее оптимум. Поэтому, когда идут дожди и стоит вот такая температура, необходимо делать обязательно профилактические обработки, но не стоит забывать о прореживании куста, о таком важном агротехническом мероприятии, как прореживание, вырезание лишних веток. Ну, отдельная тема обрезка крыжовника, но вообще, если кто умеет обрезать красную смородину, то тот же принцип вполне применим и для крыжовника. В самом простом случае вырезайте практически все однолетние побеги, оставляйте 2-3 для того, чтобы формировать ветки замещения. Следующее мероприятие, которое не стоит забывать, это, конечно же, собственно, обработки, профилактические обработки. Мучнистая роса, несмотря на свое широкое распространение, весьма чувствительна к изменению кислотности от своих оптимальных значений. Она предпочитает нейтральную реакцию. Поэтому увод поверхности растения, листьев, плодов от нейтральной реакции будет способствовать и профилактике, и даже лечению мучнистой росы. Надо сказать, что мучнистая роса поддается лечению в случае, если плоды поражены этой самой мучнистой росой менее чем на 30%. Это значит, что должно быть поражено не более 30% плодов, и область вот этого поражения, то есть вот этот налетик на плодах, должен быть не более чем 1 треть от общей поверхности плода. В этом случае болезнь можно даже победить. Во всех остальных случаях это будет задел на будущий год. То есть уничтожение сейчас от мучнистой, вот от этих симптомов вы не избавитесь, вкус не восстановите, урожай не восстановите, но в следующем году растение будет вам благодарно за эти обработки. Итак, для того, чтобы уничтожить мучнистую росу на плодоносящих растениях, когда нельзя использовать тяжелую химию, и нежелательно использовать ту же бордовскую смесь, соединение вот такого плана, хотя в период до цветения использование 1% бордовской жидкости и на винограде, и на крыжовнике, и на смородинах является вполне оправданным для профилактики уничтожения этого заболевания, если оно у вас действительно является серьезной проблемой. Ну, можно применять и другие медсодержащие препараты, хомо, ксихомо, азофос и другие. В момент плодоношения, когда плоды уже завязались, стоит использовать более щадящие методы. Одним из наиболее распространенных щадящих методов является обработка содовым раствором. Содовый раствор имеет щелочную реакцию, при этом надо помнить, что содовый раствор подразумевает использование не питьевой соды, а кальцинированной соды, потому что PH, вот эта кислотность питьевой соды, она совсем даже не той щелочности, которая нам необходима. Две столовые ложки, полные такие даже с горочкой, кальцинированные соды на ведро воды с опрыскиванием поверхности листьев является такой профилактикой, широко распространенной. При этом я большой противник использования натриевых солей, карбоната натрия, то, что из себя представляет кальцинированная сода в саду, потому что натрий – это враг почвы. И если вы систематически многолетние насаждения крыжовника будете обрабатывать таким образом, то вы просто засолите себе участок, вам потом надо будет гипс вносить, там какие-то мероприятия делать по восстановлению почв. За границей, когда говорят о подобного рода обработках крыжовника, подразумевают не карбонат натрия, а карбонат калия. Но, к сожалению, карбонат калия в виде препарата для защиты растений садоводам в основном у нас недоступен. Однако же его можно найти в золе, в обыкновенной золе. Чтобы приготовить адекватный раствор, равный по концентрации 2 столовым ложкам уже карбоната калия, необходимо взять, внимание, 4 килограмма просеянного пепла, золы, древесные золы, древесного пепла, на 10 литров кипятка, это будет адекватная концентрация с необходимой щелочностью. И вот, пронастояв, ничего больше туда добавлять не надо, ничем нейтрализовать не надо, вот таким вот профильтрованным раствором необходимо обработать ваши кусты. Это достаточно высокая концентрация, но только она и является эффективной против мучнистой росы. Обрабатывать нужно обязательно по хорошо пролитым кустам, обязательно без присутствия прямых лучей солнца, чтобы не вызвать ожоги ваших растений. Разные сорта крыжовника по-разному реагируют на такие крепкие щелочные растворы, поэтому сделайте этот раствор, он может храниться долго, очень долго, без проблем. И обработайте, например, одну ветку. Если через 2-3 суток у вас все будет в порядке, обработайте все кусты вместе с плодами. Этот раствор в растение внутрь не проникает, поэтому, когда вы будете собирать плоды, вы просто их помоете, никаких проблем, все будет в порядке, токсичности там никакой не будет. Кроме того, очень хорошим способом является приготовление настоя хвоща, 100 грамм высушенного хвоща необходимо сварить в 5 литрах воды, дать настояться, чтобы он остыл, хотя бы ночь, например, и профильтровать этот раствор, добавить туда 50 грамм хозяйственного мыла или зеленого мыла, никакого другого, хозяйственного или зеленого. Все это как следует вымешать и провести обработку. Она является более щадящей, чем вот такой крепкий зольный раствор, но при всем том не менее эффективный. Кроме того, кроме щелочных растворов, хорошим эффектом обладают также и кислые растворы. Такие растворы, как раствор сыворотки молочной, только надо ее выкислить как следует, раствор кефира, кислого молока даже. Только не забывайте, что вот эти частички могут забивать опрыскиватель. Вы можете настаивать хлеб. Вот примерно адекватное количество, одному килограмму хлеба, высушенного, да, сухариков, необходимо сварить в 10 литрах воды, да, ну, как сварить, залить кипятком, затем дать ему прокиснуть так, чтобы проявились на поверхности признаки брожения, молочно-кислого и дрожжевого совместно, пленочка наверху появится. На это нужно иногда до 5 дней, чтобы простимулировать такое брожение. Можно добавить туда 1-2 столовые ложки сахара. Затем профильтровайте получившимся раствором, также обработать ваши кусты. Не выбрасывайте этот хлеб от корочки, которые получились после процеживания, закопайте их в огороде, они являются хорошей подкормкой для микрофлоры, которая живет в почве. Еще один способ, длинно получается, но ничего страшного, зато все способы расскажу сразу же. Очень хорошим современным способом является, безусловно, использование бактериальных препаратов на основе сенной палочки. Только не верьте, пожалуйста, в отвары сена там или еще во что-то такое. Используйте препараты. В основном все препараты и бактоген, аллерин, там и прочее, они вполне эффективны против мучнистой росы. Делайте препараты либо по инструкции, но я, как всегда, рекомендую вам прежде разогнать эти препараты, то есть сделать раствор и добавить туда хотя бы сахара обыкновенного, можно отвара от макарон, можно добавить туда отвара от картофеля, а можно ничего не добавлять, добавить хотя бы сахара, столовую ложку, там на 5-7 литров воды и дать ему пожить в тепле хотя бы сутки-двое, и вот уже после этого провести обработки. Это будет очень хорошо. Вот такие основные способы обработки растений по ягоде, да, то есть когда уже ягода образовалась. Ну и не забывайте про искореняющие медные препараты. Каллоидная сера, которая одновременно уничтожит и мучнистую росу, и клеща, и другие болезни на ваших кустах, являются очень хорошим подспорьем, но каждый способ надо выполнять в свое время. Прислушивайтесь к нашим советам, мы рады помогать вам в выращивании здоровых, крепких растений с хорошим урожаем, безопасно для здоровья человека и окружающей среды. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое главное. Всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!